Уважаемые жители Республики Сахая-Кутия, текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике характеризуется, по данным управлениям Роспотребнадзора, 108 случаями заболеваний новой коронавирусной инфекцией, в том числе заболело 21 ребенок. Необходимо обратить внимание, что из 87 взрослых непривитых 84-97%. Уважаемые жители Республики Сахая-Кутия, увеличение количества заболевших в последние дни характерны в целом для Республики, отчасти они связаны как непосредственно с отложенным обращением в больницы, это характерно в целом для январских тенденций работы всех учреждений здравоохранения, так и соответственно с несоблюдением во многих норм санитарно-эпидемиологического контроля и надзора, установленного указами главы Республики Сахая-Кутия. В наших стационарах сегодня получают лечение 443 пациентов, в состоянии средней тяжести 397, в тяжелом состоянии 98% непривитых граждан от 41, то есть 40 пациентов, в тяжелом состоянии граждане непривитые. В отделениях реанимации врачи борются за жизнь 5 крайне тяжелых больных, как в городе Якутске, так и в Мигино-Кангаласском и Мирненском улусе. На ежедневном контроле осложненной ситуации остается в Мигино-Кангаласском, Горном-Сунтарском районах и в городе Якутске, где мы видим сегодня увеличение количества выявленных случаев и, соответственно, принимаются меры ежедневные превентивного характера для того, чтобы снизить соответствующую как нагрузку на здравоохранение, так и не допустить серьезного распространения. Продолжается в республике привитая кампания по вакцинации. Необходимо обратить внимание, действительно, во время выходных каникулярных праздников, несмотря на то, что наши учреждения здравоохранения работали, соответственно, у нас достаточно снизилось количество людей, которые приходили на вакцинацию. Сегодня же непосредственно уже мы восстанавливаем те объемы по вакцинированию, которые проходят, и хотелось бы более активно пригласить людей на ревакцинирование и напомнить, что уже начинается по национальному календарю прививок новый прививочный сезон против коронавирусной инфекции. Сегодня у нас 74,3% взрослого населения республики привито первой дозой вакцины, и, соответственно, в каждом из муниципальных образованиях имеется свой расчет и свои определенного рода цифры, которые связаны с определением того количества населения, которое привито. Уважаемые жители республики, Сахай-Якутия, на настоящий момент у нас практически все учителя города Якутска, которые выходили на учебный процесс, прошли соответствующее тестирование. Сегодня в школах все наши привитые учителя, пройдя тестирование, определены как допущенные к работе с детьми, и, соответственно, в связи с этим и осуществляется с учетом санитарно-эпидемиологических требований, и, соответственно, наш учебный процесс. Аналогичная ситуация по тестированию учителей, врачей осуществляется, соответственно, и в районах нашей республики, и достаточно активно ведется ревакцинация. Уважаемые жители республики, Сахай-Якутия, вчера состоялось координационное совещание под руководством председателя правительства Михаила Мишустина, на котором руководители федеральных органов государственной власти, Анна Юрьевна Попова и Михаил Мурашко, докладывая ситуацию, обратили внимание на то, что в стране уже находится коронавирус штамма омикрон. Его уровень распространения значительно выше, кроме того, изменилась и клиническая картина самого по себе заболевания коронавируса по штамму омикрон. В связи с чем, значит, еще раз обращаем ваше внимание на необходимость в обязательном порядке сразу принимать меры к изоляции по первым признакам острых респираторных заболеваний. С Управления Роспотребнадзора, значит, соответственно, поступают уведомления, связанные с тем, чтобы работодатели не допускали на работу граждан, которые непосредственно имеют признаки острых респираторных заболеваний. Конечно, это дело и каждого гражданина, но при признаках РВИ, соответственно, либо оформляйте больничный, либо же, значит, непосредственно решайте вопрос о переводе на удаленный режим. Режим самоизоляции, он в большей степени будет важен прежде всего для сохранения здоровья вас и вашей семьи. Спасибо.